Всем привет! В данном видео я хочу рассмотреть еще один дебют, который не показывал раньше. Это северный гамбит. Итак, северный гамбит возникает после ходов Е4 и Е5, хода белых Д4. То есть это центральный гамбит, а если после ЕД белых играют С3, то перед нами северный гамбит. Здесь самый главный ход за черных, это конечно же принятие жертвы пешки, то есть ход ДС. После чего у белых есть два ответа. Это либо ход К3, либо же ход С4. То есть белые готовы пожертвовать и вторую пешку тоже. В принципе, в ответ на С4 черные вполне могут взять СБ, только в будущем им нужно знать пару точных ходов. После чего черные отдают назад пешки, которые не выиграли и переходят в примерно равный эншпиль. Но данную позицию рассмотрю чуть подробнее уже попозже, наверное в следующих видео. Сейчас я хочу показать, что будет, если черные не побьют пешку и сыграют Д5. Такой ход тоже вполне возможен. И сейчас я буду следовать партии Алехин Фримен, которая была сыграна в 1924 году. Итак, Алехин здесь сыграл ЕД и после ферзь Д5 сыграл СД. То есть получается позиция с изолированной пешкой, где конечно же белым нужно играть очень активно. Иначе просто черные могут поменять очень много фигур и в будущем перейти в очень хороший эншпиль. Поэтому здесь конечно же разменный фигур будут в пользу именно черных. Итак, черные сыграли СБ4. Вполне возможный ход. И теперь в план черных входит очень быстрое развитие. Это КС6, КФ6. Затем рокировка. Слон Ж4. Если все это черным удастся, то у белых могут возникнуть довольно большие неприятности. Итак, пока белый играет КС3. Черные ходят КС6. Конечно же бить ферзя белые не могут, поскольку КНС3 сейчас связан. Итак, КФ3, КФ6, слон Е2, рокировка и рокировка. И здесь выясняется, что плановый ход слон Ж4 за черных уже невозможен, поскольку под боем остался ферзь. Ферзь может уйти либо же назад на поле Д8, но данный ход наверное не сильно хороший, поскольку тогда белый сыграет слон Ж5. Все-таки здесь возникает неприятное давление по диагонали А4-Д8. То есть угрожает при случае ход КЕ4, который может быть не очень приятным для черных. Вместо хода Ферзь Д8 можно было сыграть и Ферзь А5, то есть угрожает как минимум выигрыш пешки. Тогда белый играет слон Т2 и возникает примерно равная игра. Однако в партии всего этого не было и черные сыграли слон С3. Решение также вполне возможное, однако после этого хода и после взятия БЦ у белых возникает преимущество двух слонов. Поскольку позиция здесь носит открытый характер, то два слона могут очень сильно влиять на оценку позиции. То есть здесь уже у белых есть небольшой перевес. Ну и кроме того очень важно то, что пешка на Д4 теперь уже не изолированная и поэтому атаковать ее черным будет не так просто. Итак, пока черные играют Б6, вполне нормальный ход. Они готовят развитие слона на поле Б7. Итак, С4, Ферзь Д8 и Д5. Очень важный ход, то есть Алёхин занимает своими пешками белые поля. То есть вообще когда у соперника остался один слон, а у вас два слона, очень важно выключить слона соперника и таким образом получить перевес в развитии и в пространстве. Итак, Д5, темповой и очень сильный ход. Конь Е7, конь Д4. То есть конь идет в центр и без случая белые могут даже пойти конем на поле Ф5. Конечно, пока это рано делать, но вполне возможно, что если конь с Е7 уйдет и слон пойдет на поле Б7 у черных, то белые сыграют именно конь Ф5. Итак, слон Б7, то есть в любом случае слона нужно развивать, иначе он мешает взаимодействовать тяжелых фигур черных. И слон Б2. То есть теперь отчетливо видно, что у белых перевес в центре, у них больше пространства за счет сильных пешек С4 и Д5. Кроме того, преимущество двух слонов по-прежнему за белыми. То есть здесь уже можно сказать, что по дебюту белые получили преимущество. Итак, черные играют С6, подрывая пешку. То есть, конечно же, в случае хода ДЦ они сыграют конь С6. И теперь, если сыграть конь Ф5, то последует размен ферзей. То есть ферзь Д1, ладья Д1. И, конечно же, все это опять-таки на руку черным. То есть размены по-прежнему ведут именно к выгоде черных. Поэтому белые не бьют пока ДЦ. И сыграли они слон Ф3. То есть слон Ф3, они хотят использовать сильную диагональ. Диагональ Х1, А8. Черные сыграли ЦД и ладья Е1. Еще один очень важный ход. То есть теперь у белых возникает довольно много планов. Прежде всего угрожает ход слона А3. И очень неприятная связка будет по диагонали А3, Ф8. То есть не совсем понятно, что будет делать конь на поле Е7. То есть как его черным спасать. То есть при случае также возможен выпад Ф4, ладья Д1. То есть белые готовы играть по центру. Это если черные никак не помешают планам белых. Если же черные сыграют ладья Е8, что и было в партии, то белые могут поменять план игры и сыграть Ф1. Ход очень необычный, но на самом деле ход идейный. То есть белые хотят сыграть Ф5, в будущем ладья Д1. И атаковать на черного короля. Здесь конечно же по-прежнему нельзя черным бить ДЦ из-за того, что под боем слон на поле Б7. Именно поэтому черные играют данной позиции ладья Б8. То есть теперь уже слон защищен. И при случае черные вполне могут сыграть ДЦ. Итак, белые играют Ф5. То есть уже прицеливаются к пешке Ж7. Уже угрожает отскок коня с поля Д4. И в будущем взятие слона Ф6. Что конечно же для черных будет очень неприятно. Поэтому черные сыграли конь Ж6. Итак, конь Ж6. Теперь вертикаль Ж перекрыта конем. Однако белые проводят свой плановый маневр. Они ходят конь Ф5. То есть конь Ф5. И теперь уже в игре у белых два слона. То есть слон с Ф3 уже работает давно. И открыт второй, более грозный слон. Слон с поля Б2. Этот слон более сильный, чем слон с Ф3. Потому что у слона Б2 нет оппонента. У черных только белопольный слон. И поэтому слон с поля Б2 особенно силен. Итак, ладья Е1, ладья Е1. Вполне возможный ход. И вот здесь черные ошиблись. Они решили, что могут просто съесть пешку на поле С4. И после этого легко отбиться от атаки белых. Здесь правильным ходом за черных был не ход ДЦ, который был в партии, а конь Е4. Именно так. То есть нужно сыграть конь Е4 и защититься от угроз белых. Кроме того, отогнать ферзя с активной позиции. Отогнать ферзя с поля Ж5. То есть здесь возникала примерно равная позиция. Хотя по-прежнему перевес, пускай и небольшой, но все же был на стороне белых. Однако в партии черные сыграли ДЦ. И это уже была решающая ошибка. Здесь Алекин сыграл слон Б7. Тоже вполне возможный ход. Но давайте посмотрим, какие еще были варианты игры за белых. В данной позиции у белых был еще более сильный ход. Это конь Е7. После которого черные проигрывали очень быстро. Итак, конь Е7. Теперь если взять коня и сыграть конь Е7, тогда последует слон Ф6. Теперь угрожает и слон Е7, и самое главное ферзь Ж7 мат. Теперь получается, что черные по сути обязаны сыграть ферзь Ф8. Если они походят конь Ж6, то просто слон Д8. И у черных нет ферзя. Если же сыграть ферзь Ф8, то просто слон Е7. Сейчас у белых слон за 2 пешки. Кроме того, очень сильная атака. То есть здесь по-прежнему очень большой перевес на стороне белых. Если же после хода конь Е7 сыграть не конь Е7, а уйти королем. Допустим, король Ф8. Это более сильный ход. Но в любом случае здесь белые очень быстро выигрывают. Они играют слон Ф6. И после взятия ЖФ следует еще один шаг. Следует шаг ферзя 6. Теперь уже у черных нет выбора. Они играют король Е8. Затем еще один шаг. Это конь Ж6. То есть черные уже потеряли фигуру. И самое плохое для них то, что после хода король Д7 белые играют от Д1. В будущем они могут просто забрать ферзя. И конечно же здесь белые очень легко выигрывают в данной позиции. То есть таким образом, если мы вернемся на ход ДС черных. Здесь если белые сыграли бы конь Е7, то они выигрывали бы очень быстро. В партии же Алёхин выбрал ход слон Б7, который тоже ведет к перевесу у белых. Но тем не менее у черных здесь была защита, которую соперник Алёхина не заметил. Здесь сильнее всего сыграть было А6. А6, то есть под боем ферзь. Здесь самое лучшее для белых это видимо сыграть конь А6. После же Аш ферзь А6. И здесь у черных есть выбор. Если они сыграют Ладья Б7, тогда просто слон Ф6. То есть Ладья Б7 ход плохой и в будущем черные просто получают мат. Именно поэтому здесь после хода ферзя А6 нужно сыграть не Ладья Б7, а пока просто ферзь Ф8. Итак, ферзь Ф8. Здесь видимо белые уже обязаны менять ферзей. Получается окончание, где у белых два слона против двух коней. Кроме того, у черных слабые пешки. То есть допустим белые играют слона А6. В будущем скорее всего они выигрывают пешку. Но тем не менее, пока что до победы довольно долго. И здесь в принципе у черных есть минимальные шансы на спасение. То есть по крайней мере это было лучшим по сравнению с тем, что случилось в партии. В партии же после Ладья Б7 черные видимо не почувствовали опасности и просто съели слона. Сыграли Ладья Б7, но тогда последовал довольно простой ход слон Ф6. Слон Ф6 и оказывается, что чем бы не взяли слона черные, они в любом случае проигрывают. В случае хода ЖФ они просто получают мат. Следует ход Ф6 и на Ф8 очень сильный ход Ладья Е8. То есть Ф сейчас связан. Если он берет Ладью, то получается Ф7 мат. Если же Ладью не бить, то все равно Ф7 мат. Поскольку Ф не контролирует в данном случае поле Ж7 из-за связки. Если же после хода слона Ф6 сыграть не ЖФ, а более естественно Ф6, что и было в партии, то Белые все равно побеждают. Следует Ладья Е8 шаг, Конь Ф8, Конь А6 еще один шаг. Используя то, что Бежка Ж7 связана, Белые могут так сыграть. То есть теперь на КХ8 последует мат в один ход. А именно Ладья Е8, если же сыграть Ф6, то все равно черные получают мат. Здесь конечно же Белые могут ошибиться и сыграть Ф8, после чего уже получают мат не черные, а белые. То есть на Ф8 последует Ф1 шаг и черные быстро ставят мат. Однако у Белых есть более простой и более красивый способ поставить мат. Это еще одна жертва фигуры. То есть Белые жертвуют Ладью и после Короля Ф8 последовал мат ходом Ферзь Д8. Такая вот интересная и довольно красивая партия, где по сути главные события разворачивались уже не в дебюте, а в Метельшпиле. И еще раз покажу ключевую позицию данной партии, где черные ошиблись, они сыграли ДЦ, после чего уже позиция у черных очень тяжелая. Видимо просто проигранная. Если же черные сыграли бы Конь Е4, то тогда у них были бы неплохие шансы на спасение, поскольку перевес Белых здесь минимальный. Ну и также хочу еще раз сказать, что все-таки после хода Ц3, если мы смотрим Северный Гамбит, конечно же главный ход не Д5, тот который был сделан в партии, а конечно же взятие пешки. Ход ДЦ, после чего у Белых есть выбор, либо сыграть Конь Ц3, либо сыграть Слон Ц4. И я думаю, что оба этих хода хотя бы вкратце я смотрю в своих будущих видео. Ну а на сегодня на этом я заканчиваю данный ролик. Спасибо за внимание и до скорых встреч.